Привет, дорогие подписчики и зрители канала! Меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Oblivion, и мы находимся как раз-таки у врата Oblivion, куда мы сейчас должны заглянуть и, соответственно, вырубить их, потому что этот город в опасности. Среди прочего, графиня, которая здесь обитается, сказала, что она не поможет Бруме, пока мы не разберемся с этой проблемой. И я, честно говоря, совсем не против, потому что я думаю, это будет круто. Так, давай собаку. Огнедышащая собака. Круто. Как видите, твари потихоньку брут, поэтому давайте поспешим. Давненько-давненько я не был в Oblivion. Это, надо сказать, жутковато и по-своему внушает. Так, давайте-ка мы возьмем стрелы получше. У нас их 109 штук. В принципе, я думаю, должно хватить. Попаду, нет? Мимо. Подожди, это... Да, отвергский. А выглядит как-то и греческий, да? Из Скайрима. Посмотрим, что у нас тут позади, но, как правило, ничего не бывает, конечно. Но, тем не менее, проверить лишним не будет. Я так понимаю, что это тупо еще одна дорожка, которая приведет нас туда же. Блин, жуть какая. Офигеть, да? О, на мать. Так, ну-ка, а тут что? Для меня самое главное, чтобы здесь поменьше было вот этого. Хотел сказать, вот поменьше отранахов. И такой отранах из-за угла. Здрасте. Хотя, в принципе, как я смотрю, теперь мы с ними справляемся. Блин, это оружие-то. Ого. Обожала. Флинт, я застрял. Ой-ой-ой-ой. Вот это был эпик фейл фиаско. Так, ладно, ладно, мы выберемся. Я сам натупил больше. Да свалил ты, мать, твою за ногу. Второй где? Окей. Пойдем добьем. Икшона, короче, сегодня, я так понимаю, хватит. Давайте по-быстрому подлечимся. Пока вроде как никого нет. Этот перец, похоже, туда куда-то в лаву ушел. И, возможно, даже кончился там. Хотя сомневаюсь. Корень. Куда я иду? Зачем я туда иду? Там башен даже, по сути, нет. Ого. К слову, о башнях. Ого. К слову вам. Так, вот и все, да? Это было довольно просто. И крайне круто, на мой взгляд. Так, окей. Кстати говоря, надо уже яд использовать. Он, конечно, не будет особо действовать, скажем, против отронахов. Но почему бы нет все-таки. Мне просто вот интересно, куда это все приведет. Если какой-то тупик, я буду очень недоволен. А оно, походу, ведет тупик. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да? Опять ты. Потерял опять. Твои проблемы. Вот эту штуку... Блин, я ее потом не продашь. Че ее таскать буду? Ого. Не ожидал. Нормально. Так, ну, короче говоря, по ощущениям мы сейчас другой дорогой. Придем туда же. Ладно, хоть не тупик. Но, в целом, я не понимаю, зачем это было делать. Вон наши врата. И, по сути, мы проделали вот этот вот путь. Завтра я думаю, хотя бы найдем что-то. Самое смешное, что я точно знаю, где Сигильский камень. Ой, тихо. Давайте-ка мы туда и пойдем. Потому что так бродить, я чувствую, можно долго. Сигильский камень у нас, по сути, это... Вот здесь. На самом-самом верху. Ох, нифига, так меня сушило. Нормально. Хорошо будем знать. А блин по-прежнему дает в стороне угля. С другой стороны у меня у самого по жизни не особо хорошо. Ладно, давайте подлечимся. Ой, вот тебя только не хватало. Сейчас начнется опять. Хотя, с другой стороны, если ее зажать на этом мостике, то... Да, блин, недолет, ну... Вот и все. Помните, сколько я с ними парился, да? Шелк и яд. Отлично. Так, мы все-таки, пожалуй... Что-то я даже не знаю, но давайте пойдем... Он в той башне. Я имею в виду ее, если что. Пойдем все-таки отсюда, хотя здесь, конечно, штурель, которая по нам неплохо так сушит, но... Мне кажется, этот путь будет более верный. Пойдем, давай, давай, пошел. Отлично. Ненавижу это место. Болбаный обливин. Ну, огненные атронахи, я уже знаю, что особо так не могут там конкуренцию составить, поэтому их я не сильно боюсь. В какой пойти лучше? А, мне показалось, здесь дверь, а двери-то нет. Всего хорошего. Пока. Давайте пойдем сюда. Отсюда переберемся сюда и... Отсюда. Туда, куда-то. Самое главное, чтобы сейчас нам здесь не понадобилась куча ключей, потому что это может очень запросто быть. Ключ от того, для этого сходи в другую башню, из нее вернись в эту, и это будет совсем не круто. Блин, как это произошло. Давилка трупов. Как это мило. Ладно, пусть пока едет, а мы посмотрим, что тут есть. Один носок. Один носок. Ах, какая пакость. Ну, судя по всему, кроме подъема наверх ничего и нет. Ладно. А там наверху нас, конечно же, ждет воин доебы, да? Ну, пока не выдать. Ладно, пойдем. Познакомимся, если что. Не знаю, вот опять же, в обливии, на мой взгляд, не хватает разнообразия интерьеров. То есть, по сути, вот именно в самом обливии ничто. Одна центральная башня, в которой там есть шесть секций на нескольких этажей, и в конце-то вот такой вот подъем и зал, в котором находится сигельный камень. Но это ладно. Но кроме нее-то тут, по сути, ничего и нет. Несколько видов руин и вот такая башня, которая, по сути, является уменьшенной версией того большого здания. И все, больше вообще ничего нет. Это, на мой взгляд, не круто. С другой стороны, сами все декорации, конечно, доставляют. Есть кто? Окей. Стоило того. Хорошо, идем вниз. Ну, вообще-то, по ощущениям, мы идем именно туда, куда надо. Это, на самом деле, круто. Папец. Так, на дороге вроде никого. И сразу надо запомнить по тем, тоже вроде никто не перемещается. Так, ну вообще, мы подошли к главному, к стержневому зданию. Так что вполне возможно, что нам никуда больше не пригодится, не понадобится идти. Хотя, наверняка, вон там где-нибудь или вон там будет узник, у которого будет луч от верхних помещений. То есть, это все уже пройденный этап, опыт у нас есть. Охо-хо, как я ненавижу это место. Теперь с новыми графическими настройками оно выглядит темнее, но при этом еще опаснее. Чертоги-разлуки. Нет. А это ведет к соседней башне, да? Этого мне, честно говоря, не хочется. Давайте пойдем. Пойдем все-таки сюда тогда. Выбора-то особого нет. Либо назад, либо туда, либо наверх. Что это? Че-то было такое. Так, хорошо. Вот эта дорога ведет нас наверх. Будет подъем. Вторая будет везти, я так понимаю, из... Ненавижу. Ненавижу это место. Так, стрелу мне, пожалуйста, отдай, кстати говоря. Тихо. Ненавижу этих тварей. Они, как правило, отвечают взаимностью. Так, готовы. Лучиха. Давай, приступим. Что происходит? Это что? Это она делает? Окей. Так, я забыл, она же у нас травит, точно. Так, быстрее встаем, быстрее. Надо мамашу убивать. Это погонь нам еще, я так понимаю. Ее саму долбит? Нет, это штука. Фу, что-то такое я еще не видел. Это прям как какого-нибудь скорее. По какому принципу оно вообще действует? Ах, твою мать. А, я понял, почему у меня зрение так двоилось. Потому что сверху как раз срабатывала эта штука. Понятно. Хе, надо быть как-то поаккуратнее. Ну, давай, давай. Ах. Ну, допустим, все. Честно говоря, мне совершенно не понравились эти приколы. Ну, что? Ничего. Понятно, короче. Это что за хрень? А, это же. Я подумал, что стоит тут наказанный. И представлять вот так вот руку суешь в эту жижу. Нормально. Обнаружение жизни 65 футов на себя. В принципе, неплохо. Но у меня есть амулет, который справляется с этой задачей не хуже. Ну, конечно, вдвое меньше дистанции, но мне хватает. Пусть будет. Продадим кому-нибудь. Денежки пошли, как сразу мод удалили. Сразу все. Теперь у нас уже буквально там за полчаса 5000 появилось. Раньше эти 5000 надо было собирать там, я не знаю, в серии 20. Спокойно. О, как отлично вообще. Мы почти дошли. Круто. Коридоры черного избавления. Кто, блин, у них называет эти вообще? Я прям представляю такого проектировщика, который... Ладно, неважно. Там чертоги безумия. Адское пламя. Там что-то такое прям. А здесь, в принципе, мы, кстати, можем подняться. Да? Неплохо. Подняться наверх. Что у меня там с зарядами на луке? Заряды кончились. Быстро кончаются. А сама по себе бьет не особо сильно. Бобик. Ушел. Так. Так, спокойно подвинься. Стрелу свою, похоже, не найду уже. И сейчас, я так понимаю, мы выйдем и будет последний рывок, да? То есть, по сути-то, там все уже. О, ненавижу этих тварей. Да, они мне тоже. Спать. Ну, они и раньше, в принципе, не так много мне хлопот доставляли. Как раз потому, что они бегут долго до меня. Но если цапнет, то там, в принципе, мам, не горюй. Еще выше. Так, будем воевать, нет? Я считаю, что надо просто валить. И вы знаете, в принципе, я хочу в первый раз в жизни, наверное, попробовать убить хранителя этого камня. Потому, что раньше мы просто в панике хватали этот камень и молились, чтобы нас не успели убить до того, как портал, собственно, закроется. Сейчас у нас есть шанс. Причем очень неплохой. Как видите, даже мой параметр скрытность работает. У меня никто до сих пор не заметил. Где он вообще? Ну, не так все и страшно, че. Круто. Длинный меч за 100 септимов посох можно взять, потому что весит не особо много, а стоит вполне себе неплохо. Так, теперь речь второго охранника, а потом центрального, потому что, я думаю, он самый сильный. Чувствуется разница, да? Как мы раньше тут выживали, а как мы сейчас выносимся просто. Прям, я не знаю, не нарадуюсь. Хорошо. Кольцо гадюки, сопротивление ядам. 11% на себя. Круто. Это я возьму. Так, это мы тоже возьмем. Хорошо. В принципе, неплохо так тут затарились. И сейчас, я думаю, город будет очень доволен тем, что мы для него сделали. Давайте выходить. Всегда бы так. Отлично. Нравится. Мне удалось закрыть врата обливина у Корла. Теперь, когда город безопасности, нужно поговорить с графиней о помощи Бруми. Это задание пусть будет активным. Ух, а секунда-то какая огромная. Красивая ночь. Ночью выбрались. Как красиво, блин. Это офигенно вообще. Негриф. В порядке все. Охранял хуй молочина. Погнали. Старая моя коняшка. Сколько мы с тобой уже? Офигеть. Скорее, мы еще сколько рассекали. Да. Больше года. По-любому. Подумать так. Это не то, что вот эти вот сиамские близнецы. Лошадь вросла в лошадь. Так, хорошо. Пойдем поночуем. Кому посохи можно продать? Я думаю... Органянка. Мне больше нечего сказать. Да я не собирался. Благодаря тебе, Королу, теперь дышится легче. Мы все у тебя в долгу. Но денег за ночевку ты с меня, конечно же, возьмешь. У меня есть свободная паст... Да, в долгу я вижу. Твоя комната вверх по лестнице. Сразу тон такой, типа... Да смех. Чего хотел, проваливай. Мы все у тебя в неоплатном долгу. Уходи. Так, ладно. Давай-ка мы поспим. 12 часов. Нет, лучше 11. Я думаю, будет нормально. Как раз все проснутся и обрадуются. Потому что за окном такой видок, я думаю, беспокоил многих. Окей. Что-то надо покушать. Давайте у них сопрем. Я не знаю, тут вот хлеба. Одно яблоко скушаем. И вина попьем, потому что что-то давненько мы уже не перекусывали. Хорошо, сюда. Ой, с утра-то по-любому надо. Винишко. По такому случаю. Буханку хлеба. Говядину. Зубы кушать, пожалуй, не будем. Чуть отравленные яблоко не съел. А рулет у нас на самый-самый особый случай. Так, хорошо. Ну, в принципе, теперь можно жить. Пойдем. Было круто. Самое уютное место, по-моему. Самое классное таверна. Мне она больше всего нравится. Хотя при этом ко мне относятся постоянно как этот. Типа, о, быдло пришло. Ну что, опять после тебя там простыню стирать быдло. Просто вот сколько раз я сюда заходил, а не постоянно ко мне такое отношение, что прям... Да-да-ва. Зато красиво и спокойно. Доброе утро. Добрее не бывает. Для меня радость говорить с тобой. Ой, как меня любят теперь. Здесь ты найдешь только качественные товары. Да я нещу, я скорее. Скорее продаю. Так, держи. Тебе удалось неплохо заработать. И все, что ли? Больше ничего не возьмешь. Ну давай вот это продавать. Окей. Прекрасно. Давно уже пора честное. Так, хорошо. Харада это... А, Харада. Это хорошая сделка. Помните, какая редкость вообще в Скорибе? Сердца до ядра. Просто смешно. Так, ну в принципе. И еще 60. Отлично. Думаю, это честная сделка. Так, больше ничего не продаем, да? Ладно. Покупаем либо что-нибудь у тебя. Честно говоря, сомневаюсь очень сильно. Да. Одно удовольствие. Пока. И тебе всего наилучшего. Че, доча, как дела? Мой герой. Конечно. Мой герой. Они прикольные, да, стали? Органиансы. С новой графикой. Поговорим? Конечно. Что слышно в последнее время? Красавица. Рена Бруянт постоянно разговаривает со своими собаками. По-моему, она думает, что они понимают ее. Хорошо. До свидания. Пока. Ладно, пойдем. Поговорим. Имей снисхождение. Всего одну монету. Иди работай! Здоровый лоб, ты посмотри на него. Я не знаю, кирку в руки или топор. Рука с человек не пропадет. Если не умеешь ничего делать, учись. Так, погнали. Так, ну что? Приветствую. Добро пожаловать в замок Коралл. Замок Коралл теперь в безопасности. Ты... Говорят, в вагоне сталь поступила новая партия. Я вам не мешаю. Думаю, надо бы зайти. Давненько меня там не было. Но всегда приятно зайти туда и поболтать с Рошедой. К тому же она всегда готова сделать скидку друзьям. Да, так говорят. Ладно, короче говоря, это я к тебе пришел. Я графиня Коралла, Валга. Слушай, я, конечно, понимаю тебя, но ты должна быть не очень благодарна, по-моему. Нет? Твоя слава опережает тебя, герой Квачча. Врата Обливиона закрыты. Моему городу оказана огромная услуга. Теперь я с радостью пошлю солдат на помощь защитникам Брумы. Считай, что это уже сделано. Отлично. Дома у вас почем продается? Когда мы с тобой подружим. Господи, а мы еще нет? Как поживаешь? Так, давай, как с тобой дружить будем. Дружимся мы довольно стандартным таким способом. Я возьму. Оп, 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 оп. Тебе воздастся. Отлично. Готово. Ну и что? Послушай, ты мне нравишься, но не настолько, чтобы сказать тебе это. Ох. Так, про следование, может, расскажешь? Мне кажется, тебе можно доверять. Возможно, ты сможешь оказать мне содействие в одном деле. По всей видимости, некто похитил ценность, которая очень дорога мне. Мне нужна твоя помощь, чтобы найти украденную картину. Это портрет моего покойного любимого супруга, графа Валги. Его украли из моей спальни. Если ты найдешь эту картину и отдашь виновного в руки правосудия, тебя ожидает щедрое вознаграждение. Что скажешь? Помогу, чем смогу. Если смогу, и будет время. Потому что сама понимаешь, я тут врата обливина закрываю. Дело немножко поважнее. Но как бы там ни было, я думаю, сможем. Хорошо. Предлагаю тебе начать расследование. Но я хочу предупредить. Избегай ложных обвинений, или я буду очень недовольна. Вот. Возьми ключи. Они помогут тебе беспрепятственно войти в большинство из закрытых для посторонних помещений замка Коралл. Окей. В принципе, звучит довольно интересно, на мой взгляд. Так, хорошо. Удачи, следователь. Видите? Я теперь следователь. Ну что, давайте на этом, наверное, закончим. Эта серия была довольно продуктивной. Мы закрыли врата в Обливиан. И Коралл теперь помогает Бруме. Это, на мой взгляд, достаточно неплохо. И сейчас, как я и говорил, я займусь второстепенным квестом, чтобы маленько разбавить однообразные рутинные задания по защите городов, которые теперь, судя по всему, будут вполне себе делом обыденным. Потому что городов много. У каждого там есть свои проблемы с вратами. И все их нужно будет закрыть. И мы этим будем заниматься в ближайшее время. Но в следующей серии мы будем заниматься детективным расследованием. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. По-моему, это реально круто. Я, честно говоря, очень рад, что вы вернулся к прохождению Обливина. Потому что это реально очень крутая игра. Надеюсь, вам тоже нравится. Увидимся. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok